Музыка Казахстан динамично вступает на зеленые рельсы, особенно в преддверии Экспо-2017. Инновационные разработки с каждым годом начинают набирать обороты. И именно этот период в нашей стране можно назвать битвой умов. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Зеленая экономика». С вами я, Айсара Бесенова. Сегодня в выпуске мы расскажем о последних разработках отечественных ученых и узнаем, есть ли спрос на биопакеты в Казахстане. Жумакан Жамалов – профессор кафедры физики. Более 40 лет занимается возобновляемыми источниками энергии. Он разработал бироторную микрогидроэлектростанцию. Главное отличие установки в том, что в нее установлены два ротора, которые вращаются в противоположные друг от друга стороны и увеличивают кинетическую энергию воды. За счет этого увеличивается КПД всего устройства. Станция пригодится там, где есть потоки воды, но нет электричества. По словам изобретателя, данное устройство вырабатывает полтора киловатта энергии в сутки. Здесь у нас два протора, которые вращаются против вращения. За счет этого у нас полярность генератора меняется. За счет этого эффективность установки увеличивается. Это прошло полупромышленные испытания, которые результаты экспериментальной работы хорошо согласуются с теоретическим результатом, теоретическим исследованием. Высокоэффективные угольные котлы длительного горения с пиролизным эффектом предлагает Альтаир Сыздыков. В этих котлах применен новейший принцип верхнего горения, что позволяет достигать снижения расходов топлива до двух раз меньше, чем в распространенных моделях. Как утверждает инноватор, длительность горения этих котлов от 10 до 72 часов. Кроме того, работа кочегара занимает всего три часа в сутки. Но самое главное преимущество изобретения – это снижение вредных выбросов в десятки раз. Наша технология показывает, что зеленая энергетика возможна не только на ветре и солнце, но и на таком традиционном топливе, как уголь. Можно, не загрязняя окружающую среду, производить тепловую энергию и при этом экономить горючее. С помощью наших котлов они позволяют, не затрачивая бюджетных средств, модернизировать котельные по всей республике. И мы это уже доказали на практике в Северо-Казахстанской области. Без единой копейки бюджетных денег мы за свой счет, как частные инвесторы, модернизировали котельные. И за счет той экономии, которая позволяет произвести эти котлы, компенсируем свои инвестиции. Другая разработка, заслуживающая внимания – ветровые турбины системы Step Energy, которые относятся к возобновляемым источникам энергии. Преимущество этих турбин – это прежде всего низкий срок окупаемости. Они допускают работу в широком диапазоне скоростей ветра. Это принципиально новое конструкторское решение и уникальный дизайн, который очень редко встретишь в подобных разработках. Уникальность заключается в инновационном дизайне электрогенераторе. Данный дизайн позволил уменьшить на треть стоимость по сравнению с пропеллерами, электротурбинами. Также легкость конструкции позволяет и облегчает транспортировку и монтаж на любых расстояниях. Мы можем так сказать, что наша турбина дает возможность каждому казахстанцу доступа к электроэнергии, где бы он ни находился. Переход к современным источникам энергии имеет глобальное значение. Одной из передовых стран по развитию альтернативных ресурсов является Германия. В этой стране от ветра, солнца, биомассы и газ вырабатывается рекордное количество энергии с общим объемом 85% от всей производимой электроэнергии. Более того, импульс к формированию ВИА Германия дает по всему миру, оказывая инвестиционную и консультативную поддержку. На Экспо-2017 немецкий павильон планирует удивить гостей новейшими технологиями, разработанными в пяти направлениях возобновляемых источников. Каждая полоса нашего павильона олицетворяет вид устойчивой энергии. Это ветер, солнце, вода, биомасса и тепло Земли. Для нас важно рассказать гостям выставки то, как будет меняться жизнь человека вместе с энергией будущего. Мы хотим представить жилые здания, которые будут производить больше энергии, нежели потреблять. Расскажем и о том, как получить электричество из водорослей путем его брожения. Использование электрокаров в обычной жизни избавит города от загазованности. В этой связи возрастает необходимость установки заряжающих станций. В Германии мы уже начали строительство электрозаправок. В ближайшем будущем, я думаю, и в Казахстане люди смогут добираться из Астаны до Алматы на электромобилях, заряжая свои машины по дороге на специальных станциях. Мы не замечаем, как все вокруг утыкано минами замедленного действия. О чем я? Речь идет о безобидном, казалось бы, предмете нашего быта – пластиковых пакетах. Каждый из нас ежедневно неосознанно участвует в уничтожении окружающей среды, используя их. Конечно, полностью избавиться от вредного продукта для окружающей среды мы не сможем. Но у нас есть возможность заменить их на более экологичные варианты. Например, на биоразлагаемые пакеты. Полиэтиленовый пакет стал частью сервиса всех торговых точек. И каждый из нас, пользуясь бесплатным пакетом, вносит свой вклад в загрязнение экосреды. Подсчитано, что срок жизни такого пакета в среднем не более 20 минут, а разлагается он более 100 лет. Реальное решение этой проблемы нашел предприниматель из Астаны Мирас Абасов. Он в 2015 году открыл предприятие по производству биопакетов, состоящих на 100% из растительного сырья, картофельного крахмала и кукурузной полимолочной кислоты. Их главное преимущество – экологичность. При грамотной утилизации биополимеры полностью разлагаются на безвредные компоненты. Наши пакеты, они также разлагаются в течение от трех месяцев до одного года, можно даже раньше. Все зависит от условий. Если пакет находится на улице, и при своей температуре присутствует вода, влажность определенная, солнце и находится почва, этот пакет разложится в течение трех месяцев. А если не будет условий – в течение одного года. Но, к сожалению, такие пакеты пока не особо пользуются спросом у наших потребителей, и столичные супермаркеты пока не проявили интереса к экологичной упаковке. По мнению Мираса Абасова, основателя компании, сегодня нужно предоставить покупателям выбор между экологически чистыми и пластиковыми пакетами. Не помешает отечественным производителям биоупаковки и поддержка государства. Такие меры практикуют в ряде развитых стран. Съемочная группа программы «Зеленая экономика» не упустила шанс посмотреть весь технологический процесс производства этих экологичных упаковок, который состоит из нескольких этапов. Принципы производства заключаются из нескольких этапов. Первый этап – это экструдия. На этом этапе гранулы из растительного сырья подвергаются температурному воздействию, в результате чего мы получаем пластичную массу. Из этой пластичной массы мы выдуваем пленку, затем эту пленку мы маркируем, наносим изображение, и на окончательном этапе происходит термоформирование и нарезка пакетов. Научные исследования показывают, что на сегодняшний день население Земли за один год использует до одного триллиона полиэтиленовых пакетов. А поскольку биопакеты по своим общим характеристикам ничем не уступают полиэтиленовым, они могут послужить для человечества прекрасной альтернативой. Тем более, что их изготовление не требует проектирования и разработки какого-либо нового оборудования. По форме и предназначению биопакеты ничем не отличаются от пластиковых. Тем не менее, есть свои характеристики, по которым можно узнать экологичную упаковку. Полиэтиленовые пакеты, они глянцевые, они имеют специфический запах. Наши пакеты отличаются по структуре, они более матовые, более приятные на ощупь и тоже имеют свой запах, который больше напоминает кукурузу. Например, сладкая вата, кому-то говорят, жареный сахар. Сейчас в компании работают 4 сотрудника, которые могут производить порядка 60-70 тысяч экопакетов в день. По словам предпринимателей, продукция соответствует всем экологическим стандартам. На сегодня всего лишь около 15% пакетов, которые предлагают в столице, выпускают местные товаропроизводители. Оставшиеся 85% импортируют из Кыргызстана, России и Китая. Сегодня многие страны осознали всю сложность утилизации полиэтиленовых пакетов без вреда на экологическую обстановку. Но они до сих пор остаются одними из самых дешевых видов упаковки, поэтому их использования не избежать. Надеемся, в скором будущем компании по производству экоупаковок все-таки смогут занять свою нишу на рынке. Берегите природу и оставайтесь с нами на телеканале Хабар 24. Если у вас есть интересная информация для программы «Зеленая экономика», то вы можете связаться по номеру, который указан на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова